МАХАЧКАЛА Святые Победы. Более трех сотен кустов сирени посадили в скверах Махачкалы учащиеся столичных школ и чиновники мэрии. Объедали детей. Мэрия города инициировала проверку в отношении должностных лиц Махачкала-продукты и ряда работников столичных общеобразовательных учреждений города. Как итог уголовное дело. Свыше 20 тысяч человек на 29 локациях. Самый масштабный общегородской субботник прошел в Махачкале. В экологической акции приняли участие работники администрации города, ее структурных подразделений и городских служб, представители республиканских министерств и ведомств, активисты молодежных движений и студенты. Неравнодушные горожане очистили от мусора эльтавский лес, побережье моря, провели работы по благоустройству сперов и парков города. Сегодня вышли с тренерами, коллегами на субботник на территорию, выбранные жителями города Махачкалы. Привести в порядок, чтобы могли жители города Махачкалы проходить, отдыхать, проводить время сами с детьми, с родственниками. Так что будем работать. Более трех сотен кустов сирени украсят Махачкалу. Акция «Сирень Победы» прошла на этой неделе в сперах имени генерала Умарова и Фазу Алиевой. На мероприятие, приуроченном к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыла и представительная делегация во главе с мэром города Салманом Дадаевым, а также учащийся интернатов и школ столицы. Первые цветы на кустах появятся уже в следующем году. Напомним, акция «Сад памяти» проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Всего в ее рамках планируется высадить 27 миллионов деревьев по всей стране. У нас в многих городах нашей большой любимой родины есть такая хорошая традиция, акция высадки накануне Дня Победы кустарников сирени, именуемой «Сирень Победы». Она символизирует те дни, когда наши воины-освободители возвращались после разбития фашистской Германии, и их все встречали цветами, горстями в целом сиреней. И вот мы решили в этом году заложить в Махачкале. И когда мы сажили сегодня эту сирень, очень приятно было, когда волонтеры Победы, ребята, детечки, когда сажали эту сирень, предложили, мы им начали говорить, Артемом Алексеевичем Бечаевым, который вместе с нами сегодня тоже принимал участие, что вот ребята, вы обязательно должны будете приходить, следить за этими кустами, поливать. Ребята предложили, а можно, говорит, присвоить каждому кусту имя героев, ребят, которые пали на полях сражения, освобождая Донбасс. Такое предложение не могло остаться с нашей стороны без внимания. Мы, конечно, учтем пожелания, ребята, присвоим каждому кустику. Мы пришли поддержать эту акцию «Погода хорошая», исполняется помощь, во благо города мы можем помочь в любое время. Для агитации жителей Махачкалы мэрия города задействовала волонтеров. Ребята ежедневно информируют население в общественных местах о необходимости голосовать за территории и районы города, где нужна реконструкция. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Один из пунктов агитации развернут на центральной площади столицы. Молодые люди подробно рассказывают о проектах, выставленных на конкурс, помогают зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Для этого необходим только номер телефона. Вся процедура занимает пару минут. Чтоб ее начали первую реконструацию. Объекты для голосования. Сама веком. Где объекты? Да, город. 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 Махачкалы. Напомним, что с 15 апреля по 30 мая в регионе проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители столицы старше 14 лет смогут принять в ней участие и отдать свой голос за один из предложенных проектов. Это могут быть скверы, пляжи, улицы и другие общественные территории. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Поселок Новый Кахулай. А почему именно поселок? Потому что мои близкие друзья живут Кахулай и мои родственники живут Кахулай. Я хочу, чтобы у них на поселке все было аккуратно и красиво. А что вы пожелали еще Махачкалу на то, чтобы активно проявили голосование? Сложно? Нет, но слоя заняло буквально две минуты. И каждому лучше уделить время, потому что город не должен быть грязающим каждому городу. Ну а городской пляж Махачкалы будет обновлен уже в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он набрал наибольшее количество голосов в ходе общественного голосования, которое проходило в прошлом году. Ознакомиться с планом предстоящих работ на место прибыли чиновники мэрии Махачкалы во главе с Салманом Дадаевым. Здесь ночью не бывает свет. Мы делаем только тротуары, пешеходные зоны, освещение, и ремонт подпорной стены, ремонт ногомоя. Восстановление, строительство души, ну не строительство, а устройство души. Самые такие предложения от жителей было в центре сделать зонти. Центральный, получается, навес под демонтаж и посмотреть, рассчитать по квадратуре, в какую температуру мы пускаем по донтике. Соответственно, какое нормативное расстояние между ними должно быть. Ненужные, устаревшие морально и технически эти элементы демонтировать. По ступеням, там, где недостаточно ступеней нормативных, там у них шаксу есть, получается. Это восстановить. По такому ключу. Нестандартные урны убрать, шампионы меньше. Еще урн добавить. Акцент при ремонте пляжа будет сделан на комплексное благоустройство. В порядок приведут не только единичные участки, а всю территорию. Помимо обновленной тротуарной плитки, здесь появятся деревянные настилы, солнцезащитные зонтики. Обновят скамейки, установят дополнительные урны. Работы по благоустройству городского пляжа начнутся в ближайшие дни. На неделе широкий резонанс получила история с возбуждением уголовного дела в отношении начальника отдела муниципального казенного учреждения «Махачкала-продукт» и ряда сотрудников столичных школ, подозреваемых в хищении продуктов, предназначенных для детей. Основанием для расследования послужили материалы проверок, проведенных столичной мэрией. По данным следствия, начальник одного из отделов «Махачкала-продукт» ежемесячно предоставляла заведующим производством школ продукты питания сверх необходимой нормы, после чего излишки реализовывались третьим лицам и в торговые объекты. Полученные деньги участники группы присваивали себе. Общий ущерб от незаконных действий составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Поступают жалобы от родителей воспитанников городских школ на обеспечение горячим питанием учеников младших классов. По поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева, нами усилен контроль за горячим питанием учащихся сперх по 4 классы школ муниципалитета. Мы внесли изменения в состав родительского штаба по вопросу модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего питания в общеобразовательных организациях и увеличили присутствие родителей и школьников. Городской штаб уже на протяжении нескольких недель при активном участии родителей занимается рассмотрением сигналов, поступающих из разных образовательных организаций города. При выявленных фактах ранее были приняты кадровые решения в отношении руководства Управления образования и МКУ Махачкала Продукт. На данном этапе также выявлено несколько фактов серьезных нарушений, которые были нами зафиксированы, и материалы направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. Мы запускаем горячую линию, по которой вы можете обратиться по всем беспокоящим вас вопросам. Вся обращения будут аккумулироваться под завершение рабочего дня ежедневно у руководства Управления образования города. Номер горячей линии 8 800 10 10 304. В преддверии майских праздников Салман Дадаев осмотрел ряд центральных улиц и скверов города в сопровождении руководителей структурных подразделений. Свой маршрут комиссия начала с бульвара имени Сулейман Стальского и далее улицы Пушкина. Затем группа проинспектировала проспект Расула Гамзатова и улицу Ахмада Кадырова. Мэр Махачкалы в ходе осмотра сделал ряд замечаний. В частности, он дал поручение обновить урны для мелкого мусора, там, где их не хватает, добавить необходимое количество, привести в порядок столбы освещения в парках и на улицах, покрасить балясины и устранить имеющиеся недостатки. Расскажешь, например, мероприятие, стоишь и смотришь, здесь не покрашено, там позже, чуть-чуть, там разводы, разводы. Все это они должны вывести. Они зачем это здесь оставили? Это было все, чем запомнилась Махачкалинская неделя. Я с вами прощаюсь с наступающими праздниками и до встречи на следующих выходных.